Сегодня разберем и оценим газовую колонку Royal Thermo. Этот ролик будет в виде рекламы, но производитель уверен в качестве своего изделия и что о таком товаре не стыдно будет рассказать и показать. Сейчас этим займемся, разберем, изучим, сравним и сделаем выводы. Если у вас в доме есть газ, то для получения горячей воды водонагреватель проточный газовый, он же колонка, это один из лучших вариантов. Сейчас на рынке многие бренды уходят, но на их место появляются новые, выбор по-прежнему велик и естественно хочется не ошибиться и чтобы вещь была качественной и при этом не переплатить. Перед нами колонка Royal Thermo, модель GWH-11 Race Graphite. Вы сами видите и дизайн, и цвет. Все солидно, красиво, здорово. По крайней мере внешне мне очень все нравится. И прежде чем полезем вовнутрь, давайте я вам продемонстрирую такую функцию, как скрытый дисплей, то есть дисплей скрытого типа. Вот его как бы здесь нет. Так, давайте попробуем. То есть я вставил батарейки, принудительно включая микровыключатель рукой и смотрите, между регуляторами сейчас появится температура и уровень зарядки батареи. То есть довольно таки оригинальное решение, мне нравится. Ну все, дальше пробуем разобрать. Разбирается стандартно. Снимается значит у нас два регулятора. Откручивается два самореза винта снизу и передняя часть крышка это в сборе поднимается вверх и крышка снята. Естественно в первую очередь смотрим на теплообменник. Это основа, можно сказать, сердце прибора. Если его менять как запасную часть, то стоить он будет, ну как правило, больше чем половина стоимости самой колонки. Поэтому это самый важный узел в данном приборе, смело можем так сказать. Здесь он видно, что добротный, толстый. Важный плюс это то, что используется бескислородная медь, то есть максимально очищенная, не содержащая вредных примесей, а это значит, что увеличивается ресурс и улучшается чистота подогретой воды. Также этот теплообменник изготовлен по технологии Burnout Protection, защита от прогорания, то есть он максимально усилен в местах, где наиболее подвержен тепловому и абразивному износу. То есть трубки делаются толще, значительно толще, на 40 процентов, ну чем классической версии. И как следствие возрастает надежность и долговечность. Это еще не все, что можно сказать про теплообменник. В нем также используется технология реверс-флоу, обратный поток. То есть холодная вода вначале поступает на трубки нагрева. И за счет равномерной теплопередачи такой метод увеличивает надежность и долговечность прибора, ну, примерно до 30 процентов. Следующий важный узел это горелка. Современная, надежная, европейского типа. За счет усовершенствования форм отверстий выхода пламени горит тише, более равномерно нагревает теплообменник. И это также влияет на коэффициент полезного действия и долговечность, улучшая их. Также еще давайте колпак выполнен из качественного добротного железа, кромки обработаны, приятно работать, снимать. Видим пайка качественная, меди на стыках. Что еще в целом можно сказать? Так, группа безопасности, датчик тяги, датчик перегрева воды, латунный водяной узел. Здесь более-менее стандартное решение, стандартное проверенное решение. Сама колонка зажигается от батареек, так называемый электророзжиг. Также экономичное и проверенное решение. В целом прибор выполнен, видно, что выполнен добротно, качественно. Еще мой личный критерий проверки на качество, если ее попробую поднять, то сразу ощущается вес. Ну как показывает практика, легкие колонки, которые легко поднять, которые сделаны непонятно с чего, металл как фольга, она и легкая. Если здесь не пожалели металла, то это, на мой взгляд, да я думаю любой специалист согласится, это важный показатель качества. Вес здесь достаточный, металла не пожалели. Это хорошо, это показатель надежности. Ну и в заключение, производительность этой колонки 11 литров в минуту. В целом прибор мы разобрали, добротный, надежный. Хорошая альтернатива, кстати говоря, колонкам Bosch. Ну и если в вашем регионе нет проблем с сервисом и запчастями на данный прибор, то покупки можно смело рекомендовать. Надеюсь, полученная информация была вам интересна и полезна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова